В связи с вступлением в силу федерального закона 385 ФСЗ о 29 декабря 2015 года о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации, внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и особенностях увеличения страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии и социальных пенсий, с 2016 года работающий пенсионер будут получать страховую пенсию и фиксированную выплату к страховой пенсии без учета плановых индексаций. Таким образом, индексация страховых пенсий с 1 февраля 2016 года была произведена на 4% только тем пенсионерам, которые по состоянию на 30 сентября 2015 года не осуществляли трудовую деятельность. Эта дата обусловлена тем, что факт осуществления работы устанавливается на основании сведений персонифицированного учета по состоянию на последний день последнего отчетного периода работодателей, которые имеются в распоряжении пенсионного фонда перед осуществлением индексации с 1 февраля 2016 года. Эта дата – 30 сентября 2015 года. Если пенсионер относится к категории самозанятого населения, то есть состоит на учете в пенсионном фонде как индивидуальный предприниматель, нотариус, адвокат, то такой пенсионер будет считаться работающим, если он состоял на учете в пенсионном фонде по состоянию на 31 декабря 2015 года. Если пенсионер прекратил трудовую деятельность после 30 сентября 2015 года, а именно в период с 1 октября 2015 года по 31 марта 2016 года, он может уведомить об этом пенсионный фонд. Для этого пенсионер должен подать заявление в пенсионный фонд, подтверждающие документы о прекращении трудовой деятельности. После рассмотрения заявления пенсионеру со следующего месяца начнется выплата страховой пенсии с учетом индексации. Подтверждать прекращение трудовой деятельности в период с 1 октября 2015 года по 31 марта 2016 года и подавать заявление соответствующими документами в пенсионный фонд гражданин может по 31 мая 2016 года. После чего в этом нет необходимости, поскольку со 2 квартала 2016 года для работодателей будет введена ежемесячная упрощенная отчетность и факт осуществления работы будет автоматически определяться пенсионным фондом на основании ежемесячных данных работодателей, которые будут отражаться в базе персонифицированного учета. После получения обработки отчетности, из которой следует, что пенсионер прекратил работать, он начнет получать размер страховой пенсии с учетом всех индексаций, прошедших за время его работы. Если пенсионер после этого вновь устроится на работу, размер его страховой пенсии уменьшен не будет. Таким образом, подавать в пенсионный фонд заявление нужно только тем пенсионерам, которые прекратили работу в 4 квартале 2015 года и в 1 квартале 2016 года. Заявление принимается управлением пенсионного фонда уже с 1 января 2016 года. Прием заявлений может осуществляться как территориальными органами пенсионного фонда, так и многофункциональными центрами. Также заявления бланки у нас выставлены на сайте пенсионного фонда.